Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Криптофатив и сегодня мы поговорим о Ethereum, почему в принципе на данный момент это хороший выбор для инвестиций и почему если вы сейчас закинете свои деньги в Ethereum, то в конце года вы вытащите отсюда как минимум 2000 долларов за монету. Во-первых, на данный момент Ethereum находится в просадочке, но это небольшая просадка, я думаю, что будет еще ниже и если будет еще ниже, то адекватная цена для закупки на данный момент на 12 мая 2018 года это около 500-450 долларов, где-то вот так вот. Почему? Потому что мы видим, когда в апреле, начало апреля была коррекция рынка, огромная коррекция рынка, то Ethereum просто взлетел и, грубо говоря, сделал X2, то есть он стоил 400, стал стоить 800 и кто слил, тот молодец. И, соответственно, сейчас Ethereum возвращается, можно сказать, на свои позиции около 500-450 долларов. Если он достигнет этой отметки, то вы можете опять-таки словить дно, закупить Ethereum и, соответственно, в конце года или летом, в зависимости от того, как вы захотите, если вам нужны будут деньги летом, вы заберете их летом, а летом это будет около 1500 долларов по Ethereum, вот в лучшем случае это 2000 долларов. В конце года Ethereum будет стоить до 3000 долларов, то есть вы, в принципе, можете положить словить дно, положить деньги и смотреть, насколько рынок криптовалют летом себя покажет и насколько он покажет зимой, зимой именно в декабре, в этом году, в конце этого года. Вот почему я так уверен по поводу этой криптовалюты. Ну, во-первых, понятное дело, что у нас сейд ранг 2, топ 2, во-вторых, просто как блокчейн технологии, как смарт-контракты, это суперперспективное направление, во-вторых, она возникла, значит, 3 года назад, у нее вообще в начале капитализация была 40 миллионов долларов и, соответственно, монета стоила там около доллара, даже меньше. И, соответственно, за все эти года монета свой максимум взяла в этом году и, соответственно, стоила около 1400 долларов за одну монету. Если бы на данный момент не было коррекции, но коррекция рынка, это, в принципе, вполне нормальное явление, рынку надо дышать, вдох-выдох делать, то монета бы дошла до 1000 долларов. Но на данный момент это очень хороший лакомый кусочек, чтобы купить Ethereum, держать его и потом продать по суперцене. Почему я так уверен по поводу Ethereum? В-третьих, это новости, которые приходят. Это британская торговая платформа запускает фьючерсы на Ethereum. Это у нас, соответственно, май 11, это вчера было. И, соответственно, теперь инвесторы смогут занимать длинные и короткие позиции, что, по мнению этого криптоиздания, позволит им расширить инвестиционные возможности и более эффективно управлять рисками. Ну и, соответственно, сеть Ethereum – это ведущий блокчейн для смарт-контрактов. И мы убеждены, что этот новый торговый инструмент привлечет больше инвесторов и привнесет значительную ликвидность на рынок. Конечно же, рост на данный момент ожидать сверх рост не стоит, потому что сейчас выполняется у нас коррекция на рынке. Но, тем не менее, долгосрок – это очень даже неплохая новость и неплохое событие. Это, во-первых. Во-вторых, новое обновление Каспер для Ethereum снизит инфляцию в сети на 80%. Благодаря обновлению гибрид Каспер блоки будут иметь вознаграждение 0,82 ETH вместо существующих 3 ETH. Таким образом, уменьшая годовую инфляцию до 2%. Инфляция Ethereum будет уменьшаться. Вот. И, соответственно, Каспер также связан с именами протоколов Proof of Stake и Proof of Work. И, соответственно, согласно желтой книге, переход от Proof of Work к Proof of Stake был частично частью дорожной карты. Proof of Work использует значительный объем энергии и не имеет денежной консолидации. Кстати, переход из сети Ethereum с Proof of Work на Proof of Stake был в документах с момента ввода протокола. Независимо от того, Proof of Work эффективен достижение децентрализованного консенсуса или он требует огромное количество энергии и не имеет экономической конъюнктуры. Вот, в принципе, тоже такая новость. Третье, то, что на саммите AP0 приняли программу развития Ethereum и, соответственно, утвердили документ, содержащий пошаговую инструкцию по переводу блокчейна на режим саморегулирования. Однако, все обсуждения и процедуры подписания заявления состоялось без участия основания Ethereum Виталика Бутерина. Хотя, в то же время, основатель Ethereum утвердил то, что конференция прошла без его участия и даже разрешения. Ранее Бутерин заявлял, что не намерен посещать конференцию «Консенсус-2018», которую проведет Coindesk. Причиной этому послужили опубликованные издания материалы, в одной из которых были данные о якобы готовящейся хардфорке Ethereum, в другом прямая ссылка на скам-сайт. Это вот такое. И, кстати, аналитики Deliver Group, цена Ethereum может достичь 2500 долларов до конца года. По прогнозам, цена Ethereum значительно вырастет в этом году. Она может достичь отметки в 2500 долларов, а в последующие два года продолжить рост. И этот общий объем будет подписываться за тремя основными факторами. Во-первых, все больше платформ используют Ethereum в качестве трейдингового инструмента. Во-вторых, более широкие использования смарт-контрактов на базе Ethereum. И, в-третьих, децентрализация облачных вычислений. И также Bitrefill добавил поддержку Ethereum. Сервис пополнения мобильных счетов Bitrefill объявил о поддержке второй по капитализации криптовалюты Ethereum. Теперь пользователи могут осуществлять платежи в Ethereum с помощью дополнения телефонов и покупки ваучеров игровой платформы Steam. Ну и в то же время позитивная новость. То, что соучредитель Reddit недавно заявил, что Ethereum может достигнуть 15 тысяч долларов в этом году. Но это весьма очень позитивный прогноз. Но 15 тысяч не будет. Я думаю, 3 тысячи вполне возможно. Что касается особенностей Ethereum, это то, что стандарт ERC-20. Тут важно отметить, что токены, которые входят в топ-20 самых прибыльных блокчейн-активов, используют стандарт ERC-20, разработанный на блокчейне Ethereum. Рост сети Ethereum, Prof.Verg. У этого алгоритма есть значительное слабое место для обеспечения защищенности. Нужно проделывать бесполезную работу. Поэтому вычислительные мощности и ресурсы тратятся впуск. Поэтому Ethereum DG Economist требуется примерно столько же энергии, сколько в Молдавии. Кстати, кто дышит в спину эфиру и какие могут быть альтернативы, это значит Waves от русского создателя. Она работает несколько иначе, но предоставляет практически те же возможности, что и сеть Ethereum. В качестве альтернативы можно и обратить внимание на Waves. Kik ICO – это перспективная платформа для новичков и подготовки и проведения ICO Kik ICO. Работает он посредством внедрения смарт-контракта, который считается выполненным после достижения прописанных условий. Вот, Комса. И, соответственно, эта Комса платформа запустилась в октябре 2017 года на базе блокчейна NEM. Также на NEM нужно обратить внимание. И Telegram и блокчейн TONE. Ну, это говорит о том, что Telegram планирует создать блокчейн, который может стать серьезным конкурентом для Ethereum. Цель нового проекта TONE – не только создать криптовалюту для внутренних нужных месседжеров, но и заложить фундамент для проведения новых ICO. Ну и хочу напомнить, что Дуров на данный момент собрал около 2 миллиардов долларов на старте ICO. И, кстати, на этапе пресейл было создано заявок 3,8 миллиардов, вместо ожидаемых 8,5 миллионов долларов. Ну, даже 3,8 миллиардов. Разные источники пишут по-разному. Ну, даже если 4 миллиарда долларов на данный момент собрано, то тоже неплохо. Ну, и, соответственно, к концу года может стоить Ethereum 2,400-2,600. Многие это прогнозируют. И, соответственно, в планах Ethereum на 2018-2019 годы указано повышение масштабированности системы до уровня Visa и MasterCard. Переход Ethereum на систему Proof of Stake. Это увеличит пропускную способность сети, что повлияет на рост интереса к Ethereum. Но, кстати, преимущества в майнинге будут иметь те, кто имеет узел с большим балансом. Proof of Stake мотивирует к накоплению средств, что противоречит идее децентрализации, кстати, сети. И если кто-то сумеет захватить больше половины процентов хэш мощностей, то получит контроль над транзакциями, что может насторожить, кстати, желающих инвестировать в криптовалюту. Однозначно, у Ethereum на данный год есть перспективы для роста, есть перспективы для развития. Имеет смысл покупать эту криптовалюту в этом году и, соответственно, покупать ее абсолютно на низах. Не спешить, не спешить с покупкой, потому что поезд, на котором мы полетим, он будет как минимум в сезоне, в летнем сезоне. Это произойдет летом и, соответственно, это произойдет в конце года. Поэтому, думаю, что не стоит сейчас торопиться, не стоит сейчас торопиться инвестировать все свои деньги в криптовалюту. Нужно подождать, нужно оставаться хладнокровным. Ну а с вами был Криптофатеев, всем удачи и всем пока!